Многие христиане печалятся так, словно они пленники Вавилона, вся их жизнь проходит в слезах и вздохах, они не поют радостные псалмы, хвалы, а если кто-то просит их что-нибудь спеть, они отвечают, как нам петь песнь Господню на земле чужой? Но, братья мои, ведь мы не пленники Вавилона, чтобы с печалью и плачем вспоминать о Сионе. Господь освободил нас, Он вывел нас из дома рабства, мы свободные люди, а не рабы, не принадлежим жестоким рабовладельцам, а уверовав, входим в покой. Моисей не мог дать израильтянам покой. Он подвел их к Иордану, но не мог перевести через него. Только Иисус Навин смог ввести их в землю обетованную. И наш Иисус Навин, Иисус Христос, тоже дал нам землю в наследие. Он ввел нас в землю, о которой заботится наш Господь Бог, в землю холмов и долин, где текут реки молока и меда. И хотя хананеи по-прежнему населяют ее и приносят нам большие неприятности, тем не менее она принадлежит нам, и Господь говорит нам, ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Первое послание к Коринфянам, третья глава, с двадцать первого стиха. Я повторяю, мы не рабы, проданные греху. Мы народ, каждый из нас сидит под своей смоковницей и под своей виноградной лозой, и никто не устрашает нас. Мы живем в месте, о котором можно сказать, город крепкий у нас. Спасение дал он вместо стены и вала. Исайя двадцать шесть один. Мы вошли в Сион, место наших торжественных празднеств. Нам не позволено во дворце великого царя плакать слезами пленников Вавилона, ибо гора Сион — прекрасная возвышенность, радость всей земли. Служите Господу с весельем, и идите пред лице Его с восклицанием. Давайте предстанем пред Ним с хвалою и явимся пред Ним со словословием. Сегодня я хочу, во-первых, призвать вас к пробуждению всех ваших сил для пения священной песни. Воспряни, воспряни, девора, воспряни, воспой песнь. Во-вторых, я постараюсь убедить вас почаще вести своих пленников. Восстань, ворак, и веди пленников твоих, сын Авинуамов. Итак, во-первых, разбудим все свои силы для прославления Бога. Святая женщина сказала «воспряни, воспряни» и повторила это слово еще раз «воспряни». Как мы можем воспрять, чтобы прославлять Бога? Я отвечаю, мы должны для этого мобилизировать все силы нашей плоти. Наша плоть слаба, мы занимаемся мирскими делами, наши руки и ноги устают, но в божественной радости есть сила, которая может пробудить даже наше тело, поднять отяжелевшие веки, оживить взгляд и открыть второе дыхание для нас. Мы должны заставить свое тело пробудиться, прежде всего свой язык. Пусть наше тело настроится подобно гуслям Давида. Измученное трудом тело делает сердце печальным. Тело и душа взаимосвязаны. Не случайно тело иногда оказывается бременем для души. Пробудись же, плоть моя, я взываю к тебе. Кровь моя, быстрее беги по моим жилам. Сердце, пусть твои удары будут подобны радостным звукам бубна морям. Ох, все мои физические силы, воспряньте и начните возвеличивать и благословлять Господа, который сотворил нас и сохранил от могилы. Мы должны призвать пробудиться и свои умственные способности. Воспрянь моя память и найди новую песню. Скажи мне, что совершил Бог для меня в прошлом. Вернитесь, мысли мои, к детству. Вспомним все прекрасное из младенчества. Вспомните юность и первые Божьи благословения. Пой, разум мой, долготерпеливой благодати, следовавшей за мной по всем путям, которыми я блуждал, и сносившей все мое своеволие. Пусть предо мною вновь оживет тот час, когда я впервые познал Господа. И пусть я вновь услышу весть о потоках благословений, которые с тех пор не прекращали изливаться на меня. Воспрянь мой здравый смысл, разбуди мелодию моей песни. Пробудись, моя рассудительность, и взвесь на чашах весов Его милость и благость. Попробуй сосчитать песчинки Его благословений. Попробуй постигнуть неисчислимые богатства, данные мне в Иисусе Христе, моем Господе, Его вечные милости ко мне. Оцени сокровища завета, заключенного со мною прежде, чем я был рожден. Пой, моя рассудительность, пой громко о мудрости, любви и благодати, которые вершили и, наконец, завершили мое искупление. Пробудись, мое воображение, и услышь священную мелодию. Призови луну и солнце остановить свой бег и присоединиться к твоей новой песне. Побуди звезды послать нам небесную музыку. Пусть заговорят горы, пусть к ним присоединятся пустыни. Переведи на язык человека блеяние овец и клекот орла. Услышь хвалу Богу в журчании ручья, в грохоте водопада и в шуме моря. Вместе со всем творением, принадлежащим Господу, славьте Его. Но с особенным призывом давайте обратимся к добродетелям нашего духа. Воспряньте, пробудитесь, любовь моя, ибо твой голос должен быть ведущим. Пробудись и пой нашему возлюбленному песню Его, Его песню. Пусть для Него звучит самая лучшая мелодия, потому что Он прекраснейший среди многих тысяч. Пробудись, надежда, и соединись со своей сестрой любовью, и пойте вместе о будущих благословениях. Пойте о моем предсмертном часе, ибо тогда Бог будет рядом со мной. Пойте о приближающемся моменте, когда мое тело восстанет из могилы, чтобы оказаться рядом со Спасителем. Пойте о долгожданном пришествии, о котором мы с наслаждением размышляем. О, душа моя, пой о небесах, которые Он пошел приготовить для тебя, чтобы там, где я и они были со мною. Пробудись, любовь, восстань, надежда, воспрянь моя вера. У любви приятный голос. Надежда ведет вперед, а вера венчает нашу жизнь. Пойте о верных и неизменных обещаниях. Воспойте славу завета, в котором все продумано до мелочей, и ничто не может нарушиться. Возрадуйтесь о неизменных милостях, обещанных Давиду. Пойте о благодати, которая будет сопровождать вас во всех будущих испытаниях. Пойте о крови, которая подтвердила каждое слово Божие. Радуйтесь вечной верности, где нет места лжи, а есть истине, которая не может измениться. И ты, мое терпение, исполни свой тихий, но радостный гимн. Пой сегодня о том, как Бог помог тебе перенести скорби самых горьких минут жизни. Пой о дороге, по которой Он нес тебя на руках, когда твои ноги устали, по которой Он привел тебя к зеленым пажетям и водам тихим. О, все мои добродетели, рожденные свыше, пойте о том, кто родил вас. Вы, дети Его благодати, воспеваете имя своего Отца, возвеличиваете того, кто хранит вашу жизнь. Пусть все, что только есть во мне, пробудется для прославления Его святого имени. Давайте пробудим мощь нашего тела, мощь разума, мощь духа. К Богу нельзя относиться равнодушно. Лучше тогда вовсе не прославлять Бога. Вы знаете, что значит страстно прославлять Бога? Вкладывать всю силу своих способностей в песню и восхвалять Его имя. Пусть именно так поступит каждый из нас сегодня. Пусть же пробудется ваша радость, пусть пробудется ваша внутренняя мощь для восхваления Бога. Но вы спросите меня, почему и по каким причинам мы должны сегодня воспрянуть духом и петь нашему Богу? Причин много. И если ваше сердце право перед Богом, то вам вполне хватит даже одной причины. Давайте, дети Божьи, благословим Его дорогое имя, ибо разве не поет вокруг нас вся природа? Если вы промолчите, то будете белой вороной во вселенной. Разве гром не прославляет Его, когда выбивает барабанную дробь небесных воинств Бога? Не восхваляет ли Его океан, рукоплеская Ему тысячами рук? Не возвышает ли свой голос грозное море и все, что наполняет Его? Не прославляют ли Его горы, колыхая косматые леса на своих вершинах? А разве молния не выписывает старательно слова песни золотыми буквами на темном небе? Разве весь мир, ни на минуту не успокаивающийся, не прославляет Его? Разве у земли нет голоса? Зачем ей молчать? Останется ли человек, для которого сотворены и солнце, и звезды безмолвным? Нет, он должен петь ведущим голосом. Пусть он станет первосвященником этого мира, а мир, пусть будет его жертвой благодарения. И пусть он добавит к хвале жар своего сердца, чтобы огонь любви мог сжечь жертву на алтаре перед Богом. Верующий, неужели твой Бог не будет прославлен? Я спрашиваю тебя, неужели твой Бог не будет прославлен? Когда люди видят героя, они падают у его ног и воздают ему хвалу. Гарибальди боролся за свободу своего народа, и вот люди преклоняются пред ним, чтят его имя. А ты, Иисус, искупитель множества твоих избранных, неужели ты не услышишь песню хвалы в свою честь? Неужели ты не войдешь в торжественном шествии в наши сердца? Неужели твое имя не будет прославлено? Неужели мир будет почитать свое, а церковь не почтит своего искупителя? Наш Бог должен быть прославлен, и Он будет прославлен. Если никакое другое сердце никогда не прославит Его, то мое должно сделать это. Если творение забудет Творца, то искупленные должны помнить об Искупителе. Чтобы мы молчали? О, нет, мы не можем молчать. Кто-то хочет, чтобы мы поубавили свое святое веселье. Но это невыполнимое желание. Бог есть Бог, и Он должен быть возвеличен. Он наш Бог, наш милостивый, заботливый, верный Бог, и поэтому наши лучшие песни будут посвящены Ему. Ты спрашиваешь верующий, почему я должен прославлять Его? Позволь же и мне задать тебе вопрос. Что мы будем делать на небесах, как не прославлять Бога? А что еще может сделать землю, подобной небу, как незанятие небесных жителей, перенятые жителями земли? Верующий, когда ты молишься, ты просто человек, но когда ты славишь Бога, ты ангел. Когда ты просишь о милости, ты нищий, но когда ты поешь хвалу, ты уподобляешься Херувимом и Серафимом. О, дивный, дивный день, когда число небесных хористов пополнится множеством людей с земли. В день великой радости мы присоединимся к небесному хору. Давайте же начнем песню уже здесь. Давайте, по крайней мере, споем несколько первых слов. И если наше «Аллилуйя» звучит не так громко, как на небесах, давайте все же восклицать так, как можем. Пусть вместе с нами возрадуется пустыня, окружающая нас, пусть в ней расцветут цветы хвалы. Кроме того, христианин, знаешь ли ты, что для тебя петь Господу — благо? Плачь лишает тебя сил, сомнения уменьшают твою энергию, обыденные дела делают тебя приземленным. Воспрянь, ибо прославление полезно и приятно для тебя. Радость перед Господом — подкрепление для вас. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Когда ты растешь в святой радости, ты растешь в благодати. Чем больше ты наполняешься радостью и миром, веруя в Господа Иисуса Христа, тем больше становишься небесным, духовным, подобным Богу. Я знаю, что многие христиане боятся радоваться. Но в Писании я читаю, «сыны Сиона дорадуются о царе своем». Если бы ропот был добродетелью, то некоторые верующие никогда не согрешили бы. И если бы плач был заповедан Богом, то они смогли бы приобрести спасение делами, ибо они всегда печальны, и этим исполнили бы весь закон. Но вместо этого Господь говорит через апостола Павла, «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, «Радуйтесь». И чтобы не возникло сомнений, добавляет в другом послании, «Всегда радуйтесь». Верующий, ты спрашиваешь, «Почему я должен воспрянуть этим утром и петь моему Богу?» Я отвечаю тебе, «Разве у тебя нет причины? Не совершил ли он великое дело для тебя, и не рад ли ты этому? Не вытащил ли он тебя из страшного рва, не извлек ли из болотной тины? Не поставил ли он на камни ноги твои, и не утвердил ли стопы твои? Так неужели не будет новой песни на твоих устах? Ты куплен ценой крови, а твой язык прилип к гортане, возлюблен Богом прежде создания мира, и не произносишь ни слова хвалы? Дитя Божье, наследник Божий, сонаследник Христу, и не звука благодарности? Дал ли он пищу тебе сегодня? Избавил ли он вчера тебя от многих бед? Не пребывал ли он с тобой тридцать, сорок, пятьдесят лет в пустыне, и ты не можешь вспомнить ни одной милости, за которую мог бы воспеть Богу песнь? О, позор твоему неблагодарному сердцу и твоему забывчимого духу! Возьми себя в руки, вспомни о милостях и забудь о неудачах, забудь о боли, вспомни об избавлении. Встань на горло своим сомнением и страхом, и с помощью Бога, Духа Святого, твоего утешителя, начни в добрый час петь новую песнь. Но, — скажет кто-то, — когда мне прославлять Бога? Я отвечаю, — хвалите Господа, народ Его, во все времена, и прославляйте Его всякий раз, вспомнив о Нем. Превозносите Его даже тогда, когда ваша душа засыпает, и ваш дух клонит ко сну. Во время пробуждения нет нужды говорить «воспрянь, воспрянь, воспрянь». Но в полудреме грусти, когда веки отяжелели, когда скорби повергают в прах, вот тогда наступает время петь псалмы нашему Богу и пламенно прославлять Его. Но для этого надо много благодати, и я надеюсь, братья, вы знаете, что ее можно приобрести. Ищите ее у своего Господа и не отступайте от Него, не получив просимого. Не поддавайтесь унынию из-за неприятностей, не смолкайте пред лицом беды. Вспомните о мучениках прошлого, которые пели на Эшафоте. Вспомните об Анне Эскью, о всех мучениях, перенесенных ею ради Христа, о ее смелых словах хвалы Богу в последние минуты. Ее часто пытали. Она лежала в тюремной камере, ожидая смерти, когда написала четверостишье на староанглийском. В этом четверостишье она говорит, что не свернет со своего пути и никогда не остановится, потому что у нее есть корабль, который выдержит любой шторм и разобьет все волны, накатывающиеся на Него. Да будет так и с вами. Пойте Богу не только в хорошую погоду, воспойте Ему посреди ревущего урагана. Не уподобляйтесь птицам, которые поют летом, а зимой улетают прочь. Пусть ваш Бог услышит и зимние мелодии. Пойте ночами, как соловьи. Пойте Ему в огне, восхваляйте Его в долине смертной тени. Воздайте Богу то, что Он имеет право ожидать от вас. Когда же вам прославлять Его? Отчего вам не прославлять Его, когда вы полны сомнений, когда вас одолевают искушения, когда за углом вас поджидает бедность, когда болезнь сгибает вас до земли? Когда мы богаты, то поем Богу дешевые песни. Легко поцеловать щедрую руку дающего Бога, но благословить Его, когда Он забирает, значит благословить Его по-настоящему. Воскликните, подобно Иову, вот он убивает меня, но я буду надеяться. Повторите, за Аввакумом, хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. О, христианин, если ты спрашиваешь меня, когда тебе прославлять Бога, я отвечаю — сегодня. Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспой песнь. Но вы задаете мне очередной вопрос. А как я могу прославить моего Бога? Я отвечу вам, и да поможет мне в этом утешитель. Подумайте, как велика милость Бога к вам! Вы не слепой, не глухой, не немой, вы не сумасшедший, вы еще не одряхлели, вас не пронзает невыносимая боль, вы не находитесь в бреду из-за тяжелой болезни, вы не стоите на краю могилы, вы не мучаетесь в аду. Вы ходите по земле живых, земле любви, земле благодати, земле надежды. Даже если бы это все было, то и тогда у вас достаточно причин славить Бога. Сегодня вы не тот, кем вы были раньше. Хулитель, гонитель и обидчик. Вы не поете пьяных песен, и в сердце вашем нет порочного желания. Разве это не причина для песни? Вспомните, что еще совсем недавно эти грехи были вашей радостью и удовольствием. О, неужели вы первый из грешников, чьи сердца изменены, не должны хвалить его? Вы сыны Кореевы, задайте тон. Подумайте о своих беззакониях, которые покрыты, и грехах, которые не вменены вам. Подумайте о тех преимуществах, которыми вы сегодня обладаете. Вы избраны, искуплены, призваны, оправданы, освящены, усыновлены и сохранены во Христе Иисусе. Человек, если бы на твоем месте был камень, то каким бы твердым и немым он ни был, он бы в этом случае смягчился, обрел дар речи и воскликнул «Асана!» Будешь ли ты молчать, когда Бог так милостив к тебе? Умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Будьте бодрее, радуйтесь в своем Господе Боге, даже если у вас лишь одна причина для радости, как у самоотверженного лютера. Когда его изо всех сил старались оболгать, когда папа римский издал булу, отлучающую лютера от церкви, и земные государи гневно угрожали ему, тогда лютер собрал своих друзей и сказал им. Давайте споем псалом на зло сатане. Чем ужаснее негодовал мир, тем чаще лютер пел псалмы. Давайте сегодня вспомним самый любимый гимн великого германца. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Сорок пятый псалом, со второго по четвертой стихи. Я повторяю, давайте петь, чтобы досаждать сатане. Он приводит в смятение святых, приведем же и мы его в смятение. Субтитры создавал DimaTorzok